Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. В Астане решили, что законопроектом антикоррупционная экспертиза не нужна. Об этом стало известно на правчасе по вопросам совершенствования законотворческого процесса в Сенате. Среднеспециальное образование, о котором не раз говорил президент, развивается в полной мере, рапортует чиновники. Хотя и здесь немало проблемных вопросов, которые необходимо решить. Какая информация нужна детям? Семинар на эту тему состоялся в Уральске. В нем приняли участие руководители государственных органов, юристы, блогеры и журналисты. Новости столицы. Министр Бертанов признался, что есть лобби фармкомпании. Произошло это в Можелесе на презентации законопроекта. Ранее он говорил, что зарубежные фармкомпании и дистрибьюторы проводят активный маркетинг по продвижению своих препаратов. К сожалению, дистрибьюторы зачастую используют неэтические формы, говоря и зомбируя наших врачей о том, что европейские препараты лучше, чем индийские, или что индийские лучше, чем казахстанские, замечал Бертанов. Сегодня мажористмены удивились, почему ножпу, которая была в списке бесплатных лекарств, теперь нужно покупать в аптеках. Хватит ли денег на медицину? Расходы на здравоохранение в стране находятся на африканском уровне. При этом население рассчитывает, если не на европейский, то хотя бы на советский уровень. Сколько же денег не хватает медицине? По оценкам фонда медицинского страхования, дефицит составляет 500 миллиардов тенге. На эту сумму не оказываются услуги из гарантированного объема бесплатной медпомощи. Сюда входит долгое ожидание госпитализации и нехватка бесплатных лекарств. То есть те случаи, когда пациенты платят сами, хотя имеют право на бесплатное обслуживание. Ведь Минздрав уже взял деньги с бюджета, то есть с наших с вами налогов. У мажористменов возник вопрос, почему некоторые лекарства люди вынуждены покупать в аптеках, хотя ранее они были в списке бесплатных. Оказывается, у Министерства здравоохранения после более полувека применения этого препарата возникли сомнения в его эффективности. В то же время, те лекарства, на которые занижены цены и то же самое НОШПО, они в протоколах медицинских и в стандартах оказания медицинской помощи остались. То есть применять их можно и нужно. В аптеках они продаются. В итоге, таким образом, население выталкивается из больниц в сторону аптек. Мне больше склонен думать к тому, что мы никак не можем преодолеть мощнейшее аптечное лобби, которое присутствует во всех этих решениях. Действительно, почему доктора отправляют нас в определенную аптеку за лекарством, которое продают везде? И можно ли вместо дорогого препарата купить дешевый аналог? Минздрав уже признавался, что врачи получали деньги от фармкомпании. Проблема в том, что сам объем бесплатной помощи определяет не фонд страхования, а Минздрав. Именно Минздрав решает, какие лекарственные препараты, диагностические исследования и медуслуги будут бесплатными. Хотя надо отдать должное, министр признал, что лобби существует. Конечно, я понимаю, что где люди, там возможно лобби. Мы готовы, кстати, эту функцию передать в любой желающий госорган. Но я сомневаюсь, что кто-то этим захочет заниматься. Поскольку 1200 позиций мы формируем эти цены. Это очень кропотливый, сложный процесс. Но, тем не менее, процедура гибкая и прозрачная. Это самое главное. К слову, в начале сентября в Казахстане разразился громкий коррупционный скандал. В даче взяток обвинили крупную французскую фармкомпанию «Санафи». Поводом для обвинений послужила публикация на сайте комиссии по ценным бумагам США. В ней говорилось о системе откатов, которую якобы наладила компания в Казахстане, чтобы выиграть государственные контракты. А также о наложенном на «Санафи» штрафе в 25 миллионов долларов. В общем, у журналистов было масса вопросов. Но тут неожиданно вице-спикер Исимбаева вмешалась в их работу. Здесь камеры не нужны. Вы пришли в парламент. Идет презентация законопроекта. А мы все, в общем, ловите министров, чтобы взять у них интервью. У министров вы можете на площадке министерства, на площадке правительства взять интервью. А здесь нужно у депутатов и у тех приглашенных, врачей, общественников, ректора, вуза, который пришел по данному закону. В Казахстане решили, что законопроектам антикоррупционная экспертиза не нужна. Об этом стало известно на правчасе по вопросам совершенствования законотворческого процесса в Сенате. Ежегодно, согласно отчетам Генпрокуратуры, отменялось либо изменялось около 6 тысяч правовых актов. 15% при этом проходили регистрацию в органах юстиции. Все эти 6 тысяч незаконных актов позволяли чиновникам принимать субъективные противозаконные решения. То есть эти документы изначально содержали коррупционные предпосылки. Эксперты предупреждают, отныне у чиновников еще больше развязанной руки. На проведение антикоррупционной экспертизы из бюджета страны выделялись серьезные деньги. Процедура была сдерживающим фактором для невмеру ретивых чиновников. Проводили ее, как правило, два субъекта – юридический университет и научно-исследовательский институт. Но сидевшие на госзаказе от Минюст специалисты, к сожалению, были карманными, уверены отдельные юристы. Если у Минюста имелось свое мнение по тому или иному закону, то оно, видимо, было определяющим для проводившей экспертизу организаций. Но теперь даже такой экспертизы нет совсем. Действительно, такая экспертиза существовала. Администратором ее было Министерство юстиции. И впоследствии эти нормы из законов были устранены. Мы перестали быть администраторами. Моя позиция, что эту работу необходимо проводить. Но прежде всего нам нужно определиться с администратором. И еще более важный вопрос – финансирование. Далее на трибуну вышел зампредагентства Бектенов. По его словам, президент в мае дал поручение председателю АДГСПК усилить ответственность первых руководителей. По действующему закону лицо привлекается к ответственности в случае, если на право нарушения он пошел лично. Хотя в мировой практике есть другие примеры. В полиции США предусмотрена ответственность руководства полиции. При этом проверяется работа и руководства, и подчиненных обвиняемого в коррупции сотрудника. Более строгие меры предусмотрены в Сингапуре. К примеру, в случае совершения коррупционного правонарушения сотрудникам таможенного органа увольняется весь его коллектив. С учетом международного опыта для усиления превентивных мер и вовлечения руководства госорганов в профилактическую работу, более активного стимулирования их к этой работе, видится целесообразное введение ответственности руководителя в случае совершения подчиненным коррупционного правонарушения. Тут два аспекта. Во-первых, ответственность политических госслужащих, являющихся руководителями госорганов, акимами, в виде подачи в отставку. И если именно по тем вопросам, по которым я с ними взаимодействую, будет указано, что, или установлено, что это произошло из-за того, что я не проконтролировал, или я не обеспечил достаточный контроль, тогда, естественно, я должен нести ответственность. Но бывают такие случаи, я же не могу залезть в голову другому человеку и четко понимать, что у него там происходит. И если он, вопреки всем моим действиям, пошел и совершил какое-то правонарушение, тогда почему должен ставиться вопрос о моей ответственности? Естественно, я буду объяснять, что все возможные действия я сделал. Дорога на приграничном участке почти готова. Новое полотно протяженностью 75 километров будет отвечать всем требованиям, говорят подрядчики. Сегодня они рассказали Акиму область Алтай-Кульгинову о состоянии дороги и показали будущую перспективу. Подробности в следующем сюжете. У вас срок в ноябре, да? Да, 15 ноября, значит, век. Очень много бетонных работ осталось, да, подготовительных работ, грунт нужно подготовить, переходы нужно сделать. Где-то 9, да, у вас переходов осталось? Нет, у нас 8 осталось. Из них 7 сейчас в работе. И одна будет уже, когда мы здесь перепустим движение, еще одну будем уже на территории программ поставок. Успеваете? Да, я думаю, что погода пока нам благоприятствует. Сегодня Акиму области было рассказано, что работы выполнены на 95%. Остался участок полотна на пропускном пограничном пункте Тоскала. Здесь будет 4 полосы. Две для легковых автомобилей, одна для автобуса и одна для грузовых авто. Сначала пустят движение по левой стороне, будет освещение, блок секций для досмотра и пропуска и другие удобства для водителей. Здесь сейчас в настоящий момент ведутся работы по устройству земляного полотна. Остаток на этом участке 400 метров. Дорога здесь будет разделяться на две полосы. Каждая полоса будет иметь четырехполосное движение, въездная и выездная со стороны России. Начатый ремонт в 2015 году окончание ожидается в ноябре 2018 года. Общая протяженность участка 73 километра. И участок этот важный, потому что это граница с Российской Федерацией, через которую проходит большой поток машин. Сейчас здесь персонал более 400 человек, более 250 единиц техники. В целом, да, мы идем по графику с небольшим опережением. Дай Бог, если погодные условия будут, мы завершим работы. Раньше было всего две полосы, ага, въездная и выездная полоса. Сейчас будет две дороги по четыре полосы, каждая. Этот участок, именуемый 104-й километр автодороги Уральск-Таскала, на границе с выходом на Азинки и Саратов. Возможно, работы будут завершены раньше срока, и тогда мы увидим хорошие дороги, по которым мы сможем выехать на территорию Евразийского экономического союза. Гульнару Марова, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Среднеспециальное образование, о котором не раз говорил президент, развивается в полной мере, рапортует чиновники. Хотя здесь немало проблемных вопросов, которые необходимо решить. Причем в самых разных регионах картина почти одинаковая. Сейчас только сентябрь, самое начало учебного года, а уже звучат тревожные голоса педагогов. И это не только наш город, это Астана, Алматы и другие регионы. Все они говорят о нехватке кадров и общежитий. К примеру, в столице не хватает педагогов общеобразовательных дисциплин. Низкая зарплата – это самый главный повод отказаться от профессии, и буквально недавно этот вопрос поднимался на выездном заседании депутатов Можелиса. Хотя в Минобразовании по цифрам все сходится. Система образования развивается, как положено учителя довольно внедренным, дуальным обучением, а ученики прилежно учатся. С 2017 года внедрён проект бесплатного технического и профессионального образования для всех, в рамках которого все желающие могут получить рабочую профессию бесплатно. В рамках данного проекта доля студентов, обучающихся по госзаказу, увеличена до 54%. Это позволило остановить негативный тренд ежегодного сокращения контингента колледжей, продолжавшиеся последние пять лет. Также активизируется работа по внедрению дуального обучения. Дуальное обучение внедрено в 460 колледжах с участием 3055 предприятий с охватом 31 тысячи студентов. Вторит ему и в управление образования Западной Казахстанской области. Все данные говорят о том, что в 38 организациях технического профессионального образования ведётся подготовка для 19 тысяч студентов по 75 специальностям. И это не все положительные данные. На краткосрочные курсы профессионального обучения в 2017 году направлено 3353 человека, из которых 3237 успешно завершили свои образования. В 2018 году направлено 1232 человека. В 2017 году из 6581 выпускников трудоустроились 5403. Общежития тоже нужны, говорят студенты. 204 тысяч иногородних учащихся в вузах и колледжах, и из них только 66% обеспечены жильём. Между прочим, ещё в марте президент поручил до конца 2022 года возвести студенческие общежития как минимум на 75 тысяч мест. На эти цели из госбюджета выделят 150 миллиардов. Образование бесспорно нужно каждому. Вопрос только в том, как и чему нас учат. В стенах образовательных учреждений. Бульнару Марова и Була Джекопар, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске совершено нападение на медработника. Девушка делала обход и разносила лекарства, когда на неё напали. В полиции зафиксировали следы побоев, множественные ушибы и ссадины. Подробности рассказали полицейские. Инцидент произошёл 19 сентября. Социальная работник городской поликлиники номер 6 пошла на дом к пациенту, чтобы проверить состояние здоровья больного и отнести лекарства. Придя к нему, медработница обнаружила, что пациента нет дома. В это время на улицу вышел сосед и сообщил, что женщина находится у него. Сотрудница поликлиники поверила мужчине, вошла к нему во двор и стала звать больную. Но она так и не отозвалась. Тогда медработница заподозрила неладное и стала уходить. В этот момент мужчина набросился на неё, стал душить и избивать. Наш медработник начал врываться. К счастью, это удалось. Но ему, нападавшему удалось нанести ей удары. Он отобрал у неё сумку и сотовый телефон. Девушка сразу же обратилась в полицию, написала заявление нападавшего. Обратилась в больницу, где были сняты побои. Зафиксированы телесные повреждения и следы удушья на шее. Полиции сообщили, что подозреваемый задержан. Принятыми мерами по горячим следам был задержан подозреваемый в совершении нападения на девушку. Гражданин 93-го года рождения, проживающий здесь, в городе Уральске. По данному факту, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 191, часть 2, грабёж с применением насилия. Подозреваемый задержан. Вещи, если доказательства, это похищенный, изъятый сотовый телефон и сумка потерпевшей. Стоит отметить, что такой случай произошёл впервые. Остальные работники здравоохранения боятся за свою жизнь. Отныне к пациентам они ходят под вое или в сопровождение водителя. Сама потерпевшая в настоящее время находится на больничном. Олег Великий, Монорбек Ушалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске 98% домов, снабжаемых теплом ООЖЭК Теплоэнерго, прошли опрессовку. По спортготовности получили 947 жилых домов из 1184, что составляет 80%. Об этом рассказал генеральный директор ООЖЭК Теплоэнерго Мурат Байменов. В данный момент долг населения перед ООЖЭК Теплоэнерго составляет 335 миллионов тенге. В связи с этим отопление к домам должников будут подключать в последнюю очередь. Долг ООЖЭК Теплоэнерго перед ООЖЭК Теплоэнерго перед ООЖЭК Трансгаз Аймак за потребленный газ составляет 326 миллионов тенге. Что касается горячей воды, то она появится во всех многоэтажках к 25 сентября. Как известно, на сегодняшний день в городе 21 многоэтажка остается без горячей воды из-за реконструкции тепловых сетей. В текущем году по ТЭЦ были проведены ремонтные работы трех энергетических котлов. На ТЭЦ имеется пять энергетических котлов, шесть водогрейных котлов, три паровые турбины и газотурбинная установка Mitsubishi Hitachi. В связи с тем, что эти оборудования, это оборудование принимает непосредственное участие в теплоснабжении и выработке электрической энергии, в текущем году три электрические котла были проведены ремонтные работы. Кроме того, были проведены работы по второй паровой турбине и в настоящее время завершаются ремонтные работы по третьей паровой турбине. Порядка 40 детей нашей области было обеспечено школьными принадлежностями западно-казахстанским областным филиалом Демократической партии Казахстана АКЖОЛ. Партийцы регулярно принимают активное участие в различных благотворительных акциях. В рамках традиционной акции «Дорога в школу» партийцы вручили ребятам портфели, тетради, ручки и другие школьные принадлежности. Западно-казахстанский областной филиал Демократической партии Казахстана АКЖОЛ поздравил школьников нашей области с наступлением нового учебного года. Для этого партийцы посетили 22-ю среднюю школу, где пообщались с ребятами и вручили подарки. В 22-й школе мы тоже пришли для того, чтобы поддержать акцию, которая проводится по всей республике, оказать поддержку нашим детям. Цель акции – это оказание помощи малообеспеченным, малоимущим семьям для того, чтобы наши дети могли участвовать в учебном процессе, не отставать от него и получить хорошее образование. Всего поддержкой было охвачено 40 детей нашей области. Всем необходимым для школы акжоловцы начали обеспечивать нуждающихся школьников задолго до начала учебного года. Детям были подарены полные наборы школьных принадлежностей, портфели и одежда. Забота о подрастающем поколении – это наша общая задача. Областной совет филиала нашел в лице меценатов, отзывчивых и неравнодушных сторонников. Их поддержка послужит дальнейшему развитию многогранных способностей учащихся. Мы благодарим всех за активное участие. Как отметили представители партии, на этом они останавливаться не собираются и намерены в дальнейшем помогать нуждающимся. Сергей Уланов, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Какая информация нужна детям? Семинар на эту тему состоялся в Уральске. В нем приняли участие руководители государственных органов, юристы, блогеры и журналисты. Поводом для проведения семинара послужил новый закон о защите детей от вредной информации, который был подписан в июне текущего года. Однако водиться он будет только с 9 января 2019 года. Как журналистам работать в новых условиях? Об этом говорили в ходе семинара. Участникам разъяснили те нормы, которые в определенной степени будут им помогать, а порой усложнять работу. Как рассказал ведущий медиа юрист Сергей Власенко, прежде чем снять и показать материал по телевизору, нужно учитывать возраст ребенка. Если эта информация не предназначена для ребенка 6-12 лет, а предназначена для 16-18, значит она должна попадать именно ребенку в 16-18 лет. Если он будет получать другую информацию, то его восприятие мира будет совсем искаженным, и он может в этих условиях действовать во вред самому себе и обществу. И действительно сейчас какой только информации нет на просторах интернета и по телевизору. Большая часть родителей целыми днями проводят на работе, а дети предоставлены сами себе. Чего только стоит игра «Синий кит», цель которой была совершить суицид. По телевизору также много негативной информации – преступность, насилие, курение и алкоголь. Даже вроде бы совершенно безобидный и известный всем мультик Том и Джерри не так прост, как кажется. Два главных героя – кот и мышь – большую часть времени конфликтуют, устраивают гонки и бьют друг друга. При этом чувствуют себя хорошо и не плачут. Соответственно, у ребенка складывается впечатление, что удар – это удовольствие, говорит медиатренер. Представители СМИ часто сталкиваются с проблемой. Можно ли показывать детей по телевизору и размещать их фотографии на своих информационных порталах? Юрист поделился своим мнением. Детей в любом случае обязательно нужно показывать с разрешения родителей. И если нет у него родителей по каким-то причинам, или ребенок, допустим, его родители привезли в школу, то за это уже должен отвечать опекун. Показывать, когда на массовых такими приятиях – это возможно. Другое дело, как вы попытаетесь еще прокомментировать эту картинку. Сергей Власенко также добавил, что новый закон хоть и нацелен, чтобы уберечь детей от вредной информации, принят он для взрослых. О детях в нем ничего не сказано. То есть определение, что такое детское СМИ, не указано. Олег Великий, Ервал Аманшин, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске проходит туристский фестиваль «Европа-Азия», который собрал преподавателей с районов нашей области и из других регионов Казахстана. Десятки работников образования не просто соревновались за звание лучшей команды, но и получили новые навыки, необходимые для работы с детьми. Какие именно, расскажет наш корреспондент. Туристские фестивали и сборы – это не только романтика, но и способ получить новые знания. Многие из них приехали сегодня из самых разных уголков Казахстана, и все они – учителя, которые занимаются краеведческой и следовательской работой. Хотя палатки и пища, приготовленная на костре, дают отличную возможность отвлечься от школьных будней. Почаще бы проводить именно такие соревнования, как бы это всего один раз в год, мало, побольше бы. Мы только рады сюда приезжать вообще. Мы сами с Астаны, нас приехало в составе семи человек, как бы вот приехали, расположились, встретили нас отлично, хорошо, с улыбкой. За три дня они пройдут систему переправ, еще участников ждет кросс-поход и ориентирование на местности. Помимо базовых фундаментальных знаний, нужны навыки, которые пригодятся в обычной жизни. В этом уверены организаторы. Это праздник, евразийство праздник. Оно проходит в рамках программы «Рухани Жангару». Вот. И здесь общение, здесь дружба, миролюбие, толерантность. Все самые лучшие качества нашего казахстанского человека, они здесь присутствуют. Гульнар Умарова, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Национальный оператор почтовой связи АО «Каспочта», который осуществляет свою деятельность на протяжении 25 лет, в марте текущего года ввел в действие пилотный проект для совместной предпринимательской деятельности – франчайзинг. Теперь нет необходимости посещения отделений почты для получения услуг. Достаточно лишь зайти в торговую точку, где открыты кассы франчайзинга. Данный вид деятельности позволяет для партнера-предпринимателя расширить границы своего бизнеса, а также привлечь дополнительную клиентскую базу за счет оказания услуг АО «Каспочта» и получить дополнительный доход. По франшизе можно осуществлять почтовые отправления, денежные переводы, оплачивать коммунальные платежи и есть возможность покупки авиа и ЖД-билетов. В настоящее время в нашей области открыты и функционируют четыре франчайзинговые точки. Три из них открыты в городе Уранске и одна в Утиадинском районе. В этом году в сентябре-октябре мы планируем открыть дополнительно четыре франчайзинговые точки, которые мы сейчас для открытия, которые будут оказывать широкий спектр услуг нашей компании. Основная цель нашей компании по открытию франчайзинговых точек – быть в шаговой доступности нашему населению. Клиент не только может получить у нас канцелярские товары, но и также производить на устоплату услуги с почтой, осуществлять денежные переводы, отправлять почтовые услуги. А в настоящее время функционируют четыре франчайзинговые точки, а именно в городе Уранск при ТО «Универтекс» по адресу улицы Курман-Голива, 15, дробь 1, ТО «Дина и Ко», в микрорайоне Зачиганск, улица Монки-Олы, 110, в магазине «Скрепка» по адресу проспект Достык, 216, дробь 2 и в Букиординском районе в поселке Сахин, улица Жарокова, 13. Каждый желающий гражданин страны имеет возможность стать партнером АОК «Спочта» при условии выполнения всех требований общества. Для подробной информации можно обратиться в центральный офис АОК «Спочта Западно-Казахстанской области» по адресу город Уральск, улица Монжолова, 104, дробь 1, либо справки по телефону 510231. В целях улучшения эстетического вида и санитарного состояния Уральска, а также, чтобы решить вопрос озеленения и благоустройства города, с 22 сентября по 20 октября будут проводиться субботники. Планируется очистить город от мусора, посадить саженцы. К слову сказать, этой осенью будет высажено более 2000 саженцев акации, барбариса, боярышника, дуба, ивы, тополя и ясеня высотой 1,5-2 метра. Просим всех жителей города Уральск, а также руководителей предприятий, независимо от форм собственности, наших предпринимателей, кооперативы собственников квартир, принять активное участие в очистке города от мусора. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Ищите еще больше полезной и интересной информации на наших страницах в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ СПОНСОР ПОГОДЫ Продажа и установка вертикальных и горизонтальных жалюзи, роллшоры, мультивактурные жалюзи, горизонтальные жалюзи из бамбука или дерева, фотожалюзи, сюжетные жалюзи с фотопечатью. Продажа и установка натяжных потолков, матовые натяжные потолки, сатиновые и глянцевые натяжные потолки, потолки с фотопечатью, ширина полотна до 5,5 метров.